А знаете ли вы, как появился Смайл? Как гласит история, это стилизованное графическое изображение улыбающегося лица придумал в 1963 году американский художник Харви Болл. Сделанный им рисунок в виде темных овальных глаз и складок по бокам рта на ярко-желтом фоне стал самой знаковой версией. В 1967 году он использовался в рекламной кампании Университета федеральных сбережений и займов Сиэтле. В 1972 году Франклин Лауфрани представил это изображение европейской аудитории, дав ему название «Смайлик». С 1 января французская газета French Sawyer начала акцию «Найдите время улыбнуться с логотипом Смайлика», чтобы выделить хорошие новости. Таким образом, читатели могли выбрать для чтения позитивные статьи. В начале 1970-х годов братья Бернар и Мюррей Спейн из Финляндии стали производить кнопки, кофейные кружки, футболки, наклейки на бампер и многие другие предметы, украшенные смайликом. Использовать при письме в качестве улыбки скобку предложил русский писатель Владимир Набоков в 1969 году. В 1982 году американец Скотт Фалман утвердил этот письменный символ в виде двоеточия, дефиса и закрывающей скобки. В 2005 году «Смайлик» являлся официальной эмблемой Всероссийского молодежного форума. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.